Ладно, как говорил Ипташ Танос, придется сделать все самому. Третью неделю в родном Татарстане кампания по дискредитации аульного философа Руслана Айсина. Привет и вперед! Не переключайтесь, послушайте философскую историю. Оружие убийства было выковано в недрах горы смыслов региона, по которому теперь стреляют. Наш герой Айсин сказал бы, что измена зародилась в недрах той политии, которую призвано разрушить. Во всем по порядку. Жил-был мальчик, закончил эстфак, провозгласил себя философом и начал двигаться по национальной линии. Мы питаем непонятную слабость к каждому, кто носит тубэтэй и заливает огнете империи. Открытие Колумбом Америки произошло на 60 лет раньше взятия Казани Иваном Грозным. Видимо, на 60 лет отстает самосознание. Мы где-то в 57-м. Хрущев и кукуруза, а в Америке таблички собакам и неграм вход запрещен. Мы что себя с неграми отождествляем? Никак не можем изжить травму, которой полтысячелетия. Из этой неполноценности вырастают такие персонажи, как татарский ультра-нация Руслан Валерьевич Айсин. Конечно, я глубоко уважаю Владимира Ильича Ленина, не только потому, что меня с ним связывает такая символическая общность, скажем так, но и потому, что это человек, который действительно очень многое сделал для Татарстана, он прекрасно знал. Герой наш был вполне обласкан национальным бомондом. Давал интервью каналу ТНВ и нес в массы сектантское видение ислама Гейдаром Джемалем. Мертвый Джемаль – это патентованная тварь, отказывавшая в праве на жизнь целым народом. Полуазербайджанец-идеолог тюркского неофашизма. Почему закончится? Она закончится тогда, когда перестанет существовать Армения. То есть вы думаете, допустим, если Карабах вернется так в Азербайджан, следующий враг будет уничтожением уже самой Армении? А без уничтожения Армении он не вернется. Джемаль, правда, ходил в один кружок с Дугиным, но это не влияет. Руслан Айсин позиционирует себя как ученик Гейдара Джемаля. Является ли фашистом ученик идеолога геноцида? Никто не задавался этим вопросом, пока Руслан Валерьевич сидел в рядах передовиков татарской молодежи. Ну и герой наш бежал в Турцию, сменил дискурс с антиармянского на антироссийский и понеслось. Так и вижу картину, как вся эта эмигрантская тусовка толкается локтями, чтобы подобраться к корыту, куда белая рука хозяина, скребившегося в презрительной улыбке, сыпет печенюшки. И каждый старается доказать, что он самый ярый враг путинского режима в России. Бомбануло окончательно после эпизода с распространением Айсиным фейка о шестерых повесившихся на сборном пункте в Казани-Экспо. Идея была не нашего героя, а Фариды Курбангалеевой, другой патентованной татар-кызы. Пташка Фариды ранее вела сабантуи, юбилеи и программу вести для людей серебряного возраста. Айсин пересеял чужую неправду и тут понеслось. Ублюдок, мать твою, сюда приезжай один, мы тоже один придем. Руслан, если ты такой герой, правдороб, ты давай попробуй, приезжай сюда, в Казань, и те же самые слова скажи отсюда, находясь здесь. Мы тебя здесь встретим в аэропорту. Выглядит, конечно, забавно, но каждый обороняет свой окоп как может. На то и информационная война. У кого бластер, у кого кистень. Консолидированный залп по Айсину никто не координировал. Прорвало, так сказать, инициатива снизу. Кстати, вот что выдает Яндекс по запросу Руслан Валерьевич Айсин. Посмеялись? А теперь давайте о серьезном. Туранисты пытаются монополизировать национальный дискурс. Айсиноиды настолько офонарели, что считают неприемлемым любое высказывание о вопросах татарского народа представителям не татарского народа. А вот, кстати, пример того, как относятся сторонники Айсина к русским. Читайте. Туранизм – это новый фашизм. Джамалисты – это исламская секта. Сортиры построить не могут. Сортиры не могут построить. Туранисты не стали иноагентами в секунду. Это и были агенты турецкого влияния, выращенные в лице Гюлена. Мы пожинаем плоды. Подобных Айсину надо отлавливать, маркировать и высылать. Сортиры не могут построить. Туранисты – это оборотни. Татары обязаны помнить Ивана Грозного 500 лет назад, а армянам велено простить турецкий геноцид столетней давности. Чувствуете разницу подходов этих людей к одним и тем же вопросам в зависимости от национальности? Это неофашисты. Сортиры не могут построить. Остальное не важно, кто лечил Айсина в обкомовской больнице, как Айсин лечил наши ОВЛД элиты. Это уже не суть. Философский теплоход татарского националиста Руслана Валерьевича больше не пристанет к берегам Актаныша. Ну и ок, целее будет Актаныш. Там такая картина страшного суда. Это был недовольный треугольник. А, черт, про то, что Казань восточнее Стамбула. Так это было о метафизике. Метафизически Стамбул куда больше восток, чем Казань. Ставь нам лайк на ютубе, ракету на рутубе и какашечку в тележеньке. Увидимся через неделю. Продолжение следует...